Доброго утра, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему жертвы, на которые реагирует Иисус. Всем вам известна та притча, когда Иисус сел у сокровищницы и смотрел, как люди клали деньги в сокровищницу. Некоторые люди клали много, потому что имели много. Но он заметил одну женщину вдову, которая положила две лепты, и это было дневное ее пропитание. То есть, у нее по две лепты в день было на пропитании. Но она принесла Богу дневное свое пропитание. Иисус встал и сказал, что сия женщина положила намного больше. Почему я сегодня коснулся именно такой женщины? Потому что буквально вчера у меня был встречен разговор с Рейей Степаной. Это с самого первого дня человек из нашей церкви. Сейчас она уже очень достаточно в плохом состоянии. Может быть, вот-вот дай Бог, конечно, побольше, но кому пойдет Господу. И она говорила такую вещь, что пастору, даже две лепты вдовы имеют большое значение. Я говорю, о чем она истепана? Она говорит, вы знаете, ты знаешь, вот когда я в начале 90-х приняла Христа, у нас были какие-то церкви, но однажды я была просто церкви в городе. Однажды я была на школе Беркопиландерной, и я слушал условия, я понимал, что церковь христосентрична, церковь, где пастор готов идти до конца, у нас такой церкви нет. И я захотел просто принести жертву в церкви, именно появилась такая церковь у нас, такой пастор. И она подошла к проповеднику и сняла свое обручальное кольцо и дает ему. Естественно, проповедник не стал это брать и сказал, я ни в коем случае это не возьму. И она говорит, не отказывайте мне, я хочу пожертвовать Богу, чтобы Бог исполнил желание моего сердца, чтобы открылась церковь. И он, конечно, уже тогда с таким пониманием взял, и когда была выпускной вечер выпускников, на этой школе покаялся я. И мы приходили уже венчаться, и она сначала даже не понимала, что я будущий пастор. Но когда уже через два года я стал пастором, Берта Калдену на руку положил меня, она говорит, надо же, как быстро Бог отвечает на жертву вдовы. То есть, как быстро Бог отвечает на эту жертву. Я раз с первого дня в церкви, и не скажу, что она там была сильной проповедник, но был человек, который постоянно молился, постоянно жертвовал, чем могла. проповедник, ну, что же бабушка может заработать 10 лет, ну, что у нее там с пенсией. Я, конечно, никогда ее шибко в серьезстве и не воспринимал, отчасти, потому что был молодой и неопытный. но, нет, 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 она меня сильно удивляла, потому что когда я решил строить храм, я взял все свои деньги, которые я мог и начал, и на них начал строить храм. Конечно, денег не хватало, и однажды мы построили храм, а плитку на пол не можем построить. И вот она приходит и приносит 300 тысяч, и немногие знают, что именно Раиса Степановна дала деньги на плитку на первом этаже на 300 тысяч, и еще до этого несколько сот приносила. Я был в шоке, откуда пенсионерки столько. И вот когда мы разговаривали, она говорит, я же все равно умру, у меня так получилось, что дети мои не идут за Богом туда-сюда, у меня никого нету, но я хочу даже, когда меня не ставят, чтобы вот этот в Божьем доме, вот в этой Божьей работе совершалась работа, меня нет, а Божья воля совершается. Такие люди, конечно, восхищают. Я помню, когда в Южной Корее я встретился с одной женщиной, жена генерала, успешная женщина, и когда она узнала, что приехала к ней пенсионер из Кемерово учиться, она нас всячески старалась в гостиницу хорошую поселить, питание делать, и она еще была хорошей проповедницей, и она рассказывала, говорит, все, что имеет смысл вообще, это Бог и его воля, это проповедование. И у меня, сестра, она тоже, говорит, покаялась, но, говорит, она богатая женщина, но у нее муж богатый, она постоянно покупала бриллианты, алмазы, украшения, машины хорошие, и я ей всегда, говорил, говорит, сестра, зачем тебе все это, ты же на небо ты не возьмешь, у тебя столько драгоценностей, даже бывает такой момент, что какие-то ты уже давно уже не носишь, но продай, купи хотя бы миссионеру машину, или может быть, может быть, где-то мы можем построить храм, и она говорит, ты меня не понимаешь, и все такое прочее, и эти дети, ну, дети этой же девушки, женщины, они неверующие, и в итоге получилось так, что она разбилась на машине, она говорит, насколько глупая жизнь была, пустая жизнь, копить, собирать, потом он умерла, несчастный случай, и все, что у него было, просто забрали неверующие дети, и ничего не осталось, я, говорит, так не хочу жить, и я так не живу, и вот, понимаете, очень важно понимать такую вещь, что есть духовное взаимопонимание с Богом, и именно духовные люди, которые вошли в взаимопонимание с Богом, понимают, что у Бога есть завет, у Бога есть мечта, у Бога есть его воля, и именно Господь через духовных людей совершит победу на этой земле, а духовные люди отдадут свою жизнь ради Евангелия, духовные люди отдадут свою жизнь ради Евангелия, я полностью разделяю мнение этих женщин, да в принципе и я сам так живу, потому что я мог бы построить загородный дом себе, но решил построить церковь, я опять мог бы построить себе загородный дом, но решил возле церкви построить дом, потому что когда я уйду, я знаю, тут будет пастор, тут будет служение, и это будет совершать семейную организацию, я бы хотел вас действительно, чтобы вы подумали, для чего вы живете, куда вы тратите свои деньги, какие у вас мечты, потому что, когда вы придете в взаимопонимание с Богом, у вас придет духовное понимание, что единственное, ради чего стоит жить, еще раз говорю, единственное, ради чего стоит жить, только это Христос и его воля, пусть Бог даст вам духовное взаимопонимание, то есть, да вы, почему она отдавала две лепты, других примеров очень много в жизни, и что вы в своей жизни хотите, какой у вас ответ вечности, что вы хотите за свою жизнь построить, что когда вы уйдете, вы хотите, чтобы течение продолжалось, или вы хотите просто накопить и потом кому-то отдать, Бог да благословит вас, всего вам доброго.